всем привет и добро пожаловать на мой канал сегодняшнем видео я хочу вам показать свой уход за кожей лица и за волосами помню когда-то меня просили снять такое видео так что я его наконец-таки снимаю я расскажу вам о продуктах которыми я пользуюсь сама люблю смотреть такие видео так что надеюсь и вам будет интересно начну я пожалуй с ухода за волосами я использую вот такой шампунь от эколайтер недавно его для себя открыла вообще с шампунями мне очень сложно потому что у меня жирная кожа головы но вся длина сухая и я пытаюсь подобрать такой шампунь который будет балансировать выработку себума на коже головы и в то же время не пересушивать длину если что это кольцевая лампа тут у меня стоит я попыталась и как-то установить чтобы вам было меньше ее видно но только так так вот в принципе этот шампунь меня пока что устраивает в целом я слышала много хороших отзывов об этой линейке не только для ухода за волосами но и для ухода за кожей кондиционер для волос у меня от натуры сибирика эта коллекция aqua booster как раз таки для сухих по длине волос в целом я им уже давным-давно пользуюсь и могу вам его порекомендовать цена у него тоже в принципе приемлемая и если у вас не прям сильно-сильно высушенные волосы или травмированные окрашенные то могу вам его посоветовать ну и специальный уход это маска для волос тоже от от планета органика не могу вам ее порекомендовать на сто процентов она в целом неплохая тоже за свою стоимость в целом она справляется со своими заявленными характеристиками но я думаю можно найти лучше я видела от эколайтер тоже маску прикрепил где-нибудь здесь фотографию вот она намного лучше чем вот это так что целом неплохая но можно найти и получше мою голову я два раза шампунем наношу маску потом наношу кондиционер кстати вы знали что маску нужно закреплять кондиционером я раньше об этом не знала сейчас я всегда думала что я всегда думала что отдельная маска отдельный кондиционер но нет оказывается все немного сложнее потом после нанесения кондиционера советую вам немножечко пройтись по длине и холодной водой чтобы добиться эффекта гладкости и блеска у меня есть вот такая косметичка и здесь я бы хотела достать свою расческу и немножко вам про нее рассказать это тангел тизер точно не могу сказать как называется серия но точно знаю что она предназначена для расчесывания волос в мокром состоянии так что если вы любите расчесываться по мокрым волосам то я вам очень советую расческу давайте я по щелчку пальца по мою голову если бы в жизни это было бы все так быстро и легко я бы наверное голову каждый день теперь предлагаю приступить к уходу за кожей я кстати настоятельно рекомендую вам ухаживать за кожей после мытья головы ну в целом это логично но также после мытья головы на лицо попадает часть кондиционера или шампуня и это может провоцировать неприятные процессы на вашем лице в утреннем уходе я использую вот такую пенку для омывания от skin 79 на самом деле знакомство с этим брендом произошло у меня совершенно случайно он был по скидке в магнит косметики как я посмотрела потом в интернете эти пенки стоят довольно таки дорого около двух-трех тысяч в целом ничего фееричного я от нее не заметила она с легкими павами корейская и в целом сильно кожу не пересушивает поэтому я ее использую в утреннем уходе эти обязательно всегда перед тем как собираетесь ухаживать за лицом не забывайте помыть ваши ручки я кстати раньше с утра не умывалась с использованием пенки просто с водой а потом прочитала где-то что всю ночь наша кожа вырабатывает кожное сало она не отдыхает как допустим другие органы поэтому желательно с утра все-таки умываться с каким-то легким средством чтобы смыть остатки сегума вторым этапом после умывания идет тонизирование качестве тоника я использую недавно найденный тоник активатор от icon skin он из серии анти акне я только начала знакомство с этим брендом но в целом а этот тоник не вызвал у меня аллергических и раздражительных реакций на коже поэтому буду продолжать им пользоваться в любом случае ждать эффект от какого-либо продукта стоит не меньше месяца некоторые даже указывают производители что вы не меньше трех поэтому я советую часто менять уход только потому что вы вдруг сразу не заметили супер-пупер эффект поэтому здесь нужно запасаться терпением и также не забывать о том что если вы вводите какие-то новые компоненты ваш уход следует их водить постепенно поочередно если вы вдруг заметите какую-то аллергическую реакцию чтобы вам было легче идентифицировать от какого продукта это пошло тоже немножко подсушиваю все это на лице и мы будем приступать с вами к следующему этапу в уходе это активные компоненты в качестве актива с утра я использую цинк и неоцинамид кстати если вы вдруг тоже имеете активный уход в своем уходе за кожей лица то очень советую вам не совмещать активные компоненты в одно применение допустим сыворотку с витамином c и сыворотку с неоцинамидом все-таки это лучше разбить на утренний на вечерний уход потому что некоторые из компонентов сами по себе не сочетаются здесь я прикреплю табличку по которой я обычно ориентируюсь относитесь к этому с вниманием сыворотку я использую вот такую от арт инфакт это мой уже второй флакончик мне она очень понравилась целом заявленными свойствами справляется на мой взгляд я кстати купила на пробу от микси сыворотку с теми же заявленными 10 процентами неоцинамида и 1 процентным цинком но вот она мне не очень понравилась составе у них есть небольшие различия поэтому я все-таки решила остановиться на вот этой вот целом с основными этапами ухода моего мы закончили сейчас я хочу еще вам показать одну штучку я его применяю вечером но все-таки хочу вам показать рассказать это антиакне крем от аравии с цинком и азиолиновой кислотой я его наношу точечно на воспаление на ночь оставляю и в целом это очень помогает азиолиновая кислота вообще в целом очень классный компонент но этот тюбик стоит не очень дешево я купила как-то альтернативу вот такую баночку солицилово цинковой пасты она стоит наверное 30 рублей в аптеке но тоже справляется целом со своими свойствами решать уже конечно вам но чаще я все-таки пользуюсь вот этой вот теперь приступаю к сушке своих волос настоятельно не рекомендую вам пренебрегать этапом термозащиты я использую вот такой спрей 15 в 1 от олен фен у меня обычный не дайсон к сожалению его аналоги целом он справляется со своими свойствами тут три режима скорости и три режима температуры давайте тоже по щелчку пальца я высушу волосы чтобы вы не наблюдали этот долгий и мучительный процесс вот так вот выглядит мои волосы в вымытом в сухом состоянии мне кажется очень классный объем конечно спустя время этот объем немножечко спадет но все равно выглядит очень классно на этом целом все я надеюсь вам было интересно если это так то не забывайте оставлять комментарии для меня это очень важно будем совсем скоро и пока пока